Добрый вечер! В прямом эфире специальный выпуск программы «Третий тайм». Не веселый у нас результат. «Спартак» проиграл. «Спартак» проиграл, пропустив 6-7 гол в свои ворота в трех матчах, из которых два были сыграны дома, вот сегодняшний в Праге, в гостях, так и не забив более тех трех мячей, которые были забиты в Лужниках. Таким образом, разница забитых и пропущенных 3-7. Одно очко. Я боюсь, что говорить о будущем Лиге Чемпионов уже становится совсем нереалистично. Надо говорить о том, чтобы бороться за третье место, которое позволяет, по крайней мере, продолжать играть в Европе в Кубке UEFA. Таково, я думаю, мнение не только мое, но всех людей, которые любят, интересуются и вообще анализируют футбол. А сегодня об этом будут говорить люди, известные и знающие. Во-первых, Игорь Шалимов. И я всем присутствующим задаю тот же вопрос. Вот чего сегодня у «Спартака» не было, Игорь? Ну, сегодня игроки «Спартака», на мой взгляд, были мобильнее, мощнее и быстрее, чем игроки «Спартака». Я думаю, физическая готовность. Валерий Газаев. Валерий, чего не хотела «Спартака»? Думаю, что команда «Спартака», наверное, сыграла очень сильную игру, очень организованную. И даже голы, которые они забивали, особенно первые, ну, наверное, так сказать, это у них наиграно. Но мы это еще увидим. Да. А так, в целом, они были сильнее физически и, мне кажется, во всех линиях имели преимущество, особенно в средней линии. Юрий Севидов. Ну, я согласен, что да, у «Спартака» не хватило движения. Но мне кажется, что еще и самое главное – не хватило азарта. Чувствовал, что психологически «Спартак» не готов к такой игре. И вообще как-то такое впечатление, что не готов вообще к линии чемпионов. Потому что того азарта, того желания, которое было прошлогодней осенью, сейчас даже просто не видно. Сергей Микулик. Как говорил папа Юрий Севидов, Александр Александрович, великий советский тренер, начали плохо, а потом все хуже и хуже. То есть, плохо начав, «Спартак» не предложил никакой выдумки, не применил. И в том же духе продолжал. На что вот рассчитывать можно было настолько, в общем, бездумно и беспомощно, даже пытаясь с большим трудом выйти из своей штрафной, не переходя практически в середину поля, в чащих случаях, трудно себе представить. Сергей Хусаинов. Ну, я бы сказал, как в театральном мире принято. Глаза не горели у игроков. Не было легкости. Причины отсутствия легкости, они на поверхности. Это разбираться тренером. Но переиграть такую команду, сложную, как «Спарта» сегодня, нужно было иметь не только класс, мастерство. А почему вы говорите, причины очевидны? Ну, очевидно, потому что, ну, выступление за сборную, хотя и пражские ребята тоже играли в своей национальной команде. Тяжело как-то смотрелось команду. Тяжело смотрелось. Ну, давайте мы посмотрим на основные моменты этого матча, попытаемся их проанализировать с тем, чтобы понять, что может сделать «Спартак», по крайней мере, для того, чтобы набрать какие-то очки и опередить того соперника, который будет бороться с ним за третье место. Итак, начнем. Первый тайм. Сразу инициатива. У «Спарты» вот навес и никого. Вот Валерий Газаев, никого на поступок штрафной площадки, чтобы дать этому человеку, по крайней мере, какое-то сопротивление. Ну, здесь, наверное, самая главная причина в том, что очень много единоборств было проиграно. И отсюда, естественно, проигрывается единоборство, проигрывается в целом весь матч. И, конечно, здесь должен был, наверное, быть где-то опорный полузащитник в этой зоне, в зоне отскока и отбива мяча. А объясните, почему вот человек высокий, как Ковтун, проигрывает единоборство в воздухе, и потом мяч подхватывают они на подступе к штрафной площадке? Ну, потому что, мне кажется, они очень плотно играли. То есть они навязали «Спартаку» такую плотную игру во всех линиях. То есть разрыва, вот мы смотрели с вами матч, разрыва между средней линией, обороны и атакой у «Спарты» не было совершенно. Ни при обороне, ни при атаке. И отсюда весь подбор был. Огромная пространство. Совершенно верно.